Три часа дня в Ростове-на-Дону. Это главные новости Донского региона. Здравствуйте в студии Ася Скрынникова. Перевод на русский жестовый язык Натальи Евсеевой. Смотрите в выпуске. Побили собственный исторический рекорд. Донские аграрии собрали более 12 миллионов тонн ранних зерновых культур. Поступили две Нивы и два Соболя. Новые машины скорой помощи пополнили гараж неотложек Ремонтненского района. Виртуальная реальность или настоящая жизнь? Что такое интернет-зависимость? Расскажем в нашем сюжете. Ростовские таможенники возбудили два дела об административных правонарушениях в отношении гражданина Украины за перемещение оружия. Автомобиль ВАЗ прибыл на таможенный пост Гукова со стороны сопредельного государства. Во время осмотра транспортного средства под водительским сидением обнаружили патрон, а в кармане чехла переднего пассажирского сидения – пистолет. Мужчина пояснил, что приобрел его когда-то в личных целях и просто забыл оставить дома перед выездом в Россию. А патрон подобрал во время одной из остановок на обочине дороги. Товары были изъяты и направлены на экспертизу. Более 12 миллионов тонн ранних зерновых культур собрали данские аграрии. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев на своей странице в Инстаграме. Он отметил, что в этом году хлеборобы побили собственный исторический рекорд. Самый щедрый урожай в регионе был в 2017 году. Тогда воловой сбор ранних зерновых составил на 35 тысяч тонн меньше. Лидерами в этом году стали Сальские, Зерноградские и Зимовниковские районы. Глава Донского региона отметил, что 98% собранного урожая – это высококачественное продовольственное зерно. Создать специальные классы для детей с ментальными нарушениями. Донские парламентарии займутся продвижением этой и других инициатив на федеральном уровне. Поддержку родителей и детей обсудили с общественниками депутаты Батайской городской думы, Заксобрания области и Государственной думы. Председатель регионального парламента напомнил, что в Ростовской области уже имеется удачный опыт лоббирования подобных инициатив. На прошлой неделе вице-спикер Совета Федерации Андрей Тручак поддержал предложение, которое позволит родителям детей-инвалидов старше 4 лет бесплатно находиться с ними в стационаре. Доступ детей-инвалидов без очереди к получению тех или иных услуг прежде всего в поликлиниках. Мы приняли специальный областной закон на областном уровне, установили такое право. И буквально через несколько месяцев, уже после нашего обращения и на федеральный уровень, вышел указ президента. По итогу встречи выработали предложение, которое позволит облегчить оформление выплат через портал госуслуг, предусмотреть ставку врача-педиатра в каждом детском саду и предоставить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы, активистам юн-армии и российского движения школьников. Новые машины скорой помощи пополнили гараж неотложек ремонтницкого района. В центральную райбольницу поступили две новые Нивы и два Соболя. Их приобрели на средства федерального и регионального бюджетов в рамках реализации нацпроекта здравоохранения. Новенькие медицинские Нивы уже вышли на рабочий маршрут. Они обслуживают Подгорненское сельское поселение и поселок Привольный. Местные медики сразу оценили преимущество внедорожника. Мы быстрее находимся на вызове и быстрее все это транспортировка больных в районный центр. В таблетке очень было жарко, а здесь очень комфортно, потому что новая машина кондиционером. Это как для больных хорошо, так, конечно, и для нас хорошо. В Подгорненском сельском поселении проживают больше тысячи человек. За медицинской помощью в участковую больницу также обращаются из соседних села Киевка и хутора Раздольного. На новый медтранспорт местные жители возлагают большие надежды, ведь быстрота тоже залог здоровья. Мы живем отдаленно, поэтому новая машина, карета скорой помощи, конечно, очень важна и актуальна для охраны здоровья и жизни наших сельчан. Мой отец проработал в этой больнице четверг века водителем скорой помощи. На советском, стареньком автомобиле работал по бездорожью. Мы надеемся, что на таком автомобиле мы дождемся медиков в любую минуту, трудную для нас. На дежурство в скорой медицинской помощи скоро заступят и два новых автомобиля «Соболь». Они оснащены самым современным оборудованием для оказания экстренной помощи. Наркозно-отдыхательными и кислородными аппаратами, электрокардиографами, компьютерными мониторами. За обновление карет в 2020-м проголосовали жители района в рамках губернаторского проекта «Народный совет». В этом году проект продолжен и посвящен совершенствованию оказания медуслуг населения. До 20 августа можно внести свои предложения, на что будут направлены полмиллиарда бюджетных рублей. Мы выходим с таким предложением продолжить хорошие традиции Народного совета. Все-таки сделать упор на автопарк. Для села это очень актуально. И по возможности выделить для Ремонтинского района еще средства для покупки автомобилей класса. На замены хороших, но устаревших таблеток на отличные новые Нивы. В автопарке местной ЦРБ пока остается еще 8 санитарных УАЗиков. Медики планируют, что Народный совет вновь поможет заменить устаревший медтранспорт на новый. Анна Туполева, Юрий Санкин, ДОН-24, Ремонтинский район. Свыше 61 миллиона рублей на оснащение больниц. Губернатор Василий Голубев подписал указ выделить средства трем муниципалитетам из резервного фонда на профилактику коронавируса. Сообщение размещено на портале Донленд. Так, почти 34 миллиона получит ЦГБ Каменско-Шахтинского на закупку медицинского кислорода. Больше 22 миллионов направят на оснащение первичного сосудистого отделения в Сальской ЦРБ. На приобретение аппаратов ИВЛ, увлажнителей, стерилизаторов и десредств Целинской ЦРБ предусмотрено 5,3 миллиона рублей. 19 данских спортсменов выступили на Олимпийских играх в Токио. И они завоевали самое большое количество медалей за все время участия в таких соревнованиях. На пресс-конференции министр по физической культуре и спорту области Самбел Аракелян подвел итоги минувшей Олимпиады. Они завоевали 18 медалей. Это лучший результат за всю историю участия в Ростовской области в Олимпийских играх. Вот такие итоги уже прошедших игр. Также министр сказал, что на будущее 1-2 олимпийских цикла уже сформирован достаточно сильный младежный резерв. Вероятно, что одним из проверочных соревнований для наших спортивных надежд станет в 2023 году чемпионат Европы по грибному спорту среди юниоров до 23 лет. Мы завоевали это право проведения в такой нелегкой борьбе. Заявка наша выиграла. Мы обошли признанные центры, грибные центры, как немецкий Дуйсбург, австрийский Линц, где регулярно проводятся чемпионаты первенствами мира Европы. Министр рассказал и о перспективах строительства крупных спортивных объектов. В их число войдет футбольный манеж и легкоатлетический дворец спорта на базе училища Олимпийского резерва в Ростове, ледовый дворец и дворец единоборств рядом со стадионом Ростов-Арена. Реальная жизнь постепенно перетекает в виртуальную. Гаджеты сегодня окружили человека во всех сферах его жизни. Электронная почта, госуслуги, онлайн-семинары, магазины и социальные сети. Какое влияние оказывает на нас виртуальный мир? И как не стать заложником психического расстройства под названием интернет-зависимость? Репортаж Алины Высоцкой. Без телефона, как без рук. В этом можно убедиться, просто выйдя на улицу. Прохожие будто не в силах оторваться от своего электронного друга. Здесь сообщения, онлайн-кошелек, карты, игры, музыка и даже документы. Можете обойтись без интернета? Наверное, сейчас нет уже в современном мире. Сейчас на гаджетах все, там работа, новости, друзья. Без лайков я обхожусь спокойно, но без интернета, к сожалению, нет. Трудно очень. Типа информацию откуда черпать. Газеты не читаем, журналы не листаем. Поэтому интернет это очень полезная штука. Я думаю, интернету уделено сейчас очень много времени. И каждый человек проводит очень большое время в интернете. Я думаю, нужно как-то народу пытаться сделать так, чтобы они меньше времени проводили в нем. У большинства опрошенных есть понимание, что за полезностью и обратная сторона, которая наносит удар по здоровью. Снижение зрения, головная боль, искривление осанки. Кто-то после чрезмерного времяпровождения за гаджетами жалуется и на ухудшение общего состояния. А это связано с тем, что в всемирной паутине можно даже потеряться во времени. В последнее время даже за собой я стала замечать, что теряют много времени. Особенно стала замечать, что ТикТок – это платформа. Там очень часто ты садишься, допустим, с утра и до вечера, и не замечаешь, время летит. Я вот думаю, уже надо прекращать его смотреть. Но для кого-то это способ показать себя, как Мария Джигарян. Девушка выкладывает в сеть видео, где она поет авторские песни, получает лайки, комментарии. Помимо этого активно ведет свой блог, пишет посты на темы, которые волнуют. С чем я туда прихожу? С какими-то своими мыслями скорее. И даже, возможно, показываю, что можно легко самовыражаться буквально через свой какой-то небольшой блог. То есть не обязательно иметь огромную аудиторию, чтобы тебя там слушали, слышали, читали. Что-то такое свое я пишу, что в душе тревожит меня. Однако можно не заметить, как простое увлечение перерастает в психическое расстройство, говорят специалисты. По их словам, интернет-зависимость можно опознать по нескольким признакам. Много времени в онлайн в ущерб вашей реальной жизни. Вы не успеваете сделать запланированное. Мало уделяете внимания полезным вещам и близким. Чувствуете дискомфорт, если у вас нет доступа в интернет, а ваша самооценка зависит от общения в соцсетях. Интернет-зависимость связана с дофамином. Ощутить на себе действие дофамина мы можем, когда получаем удовольствие, либо же радость от деятельности. Например, когда мы пробуем новую вкусную еду, либо же когда мы читаем интересную литературу, когда проводим время со своими детьми. Эксперты, которые изучают цифровую зависимость, называют данный дофамин более дешевым. Дешевым в кавычках. Потому что для того, чтобы его получить, нет необходимости тратить какие-либо интеллектуальные или даже физические ресурсы организма. Это как потребление фастфуда. Очень быстро можно получить удовольствие. Вопрос, насколько это экологично для нас. Чтобы избавиться от интернет-зависимости, эксперты рекомендуют начать планировать свой день. И проводить больше времени на свежем воздухе. Общаться с близкими людьми, пытаясь ограничить себя от гаджетов. Алина Высоцкая, Дмитрий Дерщук и Александр Кучец. Дон-24. Ростов-на-Дону. Самые популярные и необычные названия населенных пунктов Ростовской области нашли на картах аналитики. Топ-3 самых распространенных – «Веселый». Их в Донском регионе – 11. Первомайский – 10 штук и Ивановка – 8. По данным исследования Яндекс.Карт, более полутора тысяч названий в нашем регионе встречаются только один раз. Например, «Малый Мишкин», «Большой Должик», «Закадычная», «Хлебодарная», «Рогалик» и «Крынка». А самое длинное название – «Без пробелов» из 24 букв. У хутора Банникова – Александровский. Без пробелов и дефисов у хуторов Новоалександровский. Их в области 4 штуки. А также станица – Верхнекундрючинская. По данным аналитиков, наиболее короткие названия у поселков ГОК, ЛЗС и Хутора Кут. Чаще всего в топонимах Ростовской области прилагательные «Красный» и «Малый». Теперь о валюте. По данным Центрального банка Российской Федерации, курс доллара на сегодня – 73,97 рубля, евро – 86,63 рубля. На этом пока все. Еще больше новостей в наших социальных сетях и на сайте don24.ru. В студии была Ася Скрынникова. До встречи.